Приветствую, друзья! Одновременное сознание, одновременное мышление сразу, параллельно, по многоуровневой логике. Это состояние, о котором писал Чискен Михаи, но он называл это по-другому, он называл это поток. Но он и говорил о том тогда, что человек не может держать в поле внимания больше какого-то количества объектов. Ну, тем мышление одновременно не может. У меня есть формула ФАПа, которой человек учится этому. То есть это такое состояние, которое мы называем нулевым состоянием. В нулевом состоянии, в зависимости от того, на что вы настроены, либо вы отдыхаете, восстанавливаете нервную систему и организм, освободившись от страхов, комплексов, стереотипов, шаблонов мышления и подвиженности авторитета, вы можете уже мыслить самостоятельно. Или это состояние, когда вы не только восстанавливаете нервную систему и наполняете клетки мозга кислородом, организм эндорфином вместо адреналина, который держит вас всё время в мобилизации. Это состояние, в котором вы можете и решать какие-то вопросы, очень сложные. Вот, например, сейчас я занимаюсь тем, что я провожу антистрессовую подготовку многим людям, которые находятся в состоянии замешательства, потому что им предстоит отправка куда-то, или командировка куда-то, или вообще-то подготовка к каким-то чрезвычайным ситуациям. И там нужно одновременно на занятии практическом дать сразу всё, чтобы они поняли по формуле ФА, как выходить на такое состояние. И там происходит так называемое интенсивное обучение, о чём в своё время китай-городское применяло, например, для обучения иностранным языкам, когда можно было, и сейчас, наверное, в их школе это применяется, когда можно было одновременно запоминать тысячи слов. Интенсивное обучение – это очень интересная вещь, когда в сжатом времени практически человек получает по антистрессовой подготовке, вот у меня, он получает сразу много навыков, сразу много понимания, когда все пазлы у него сходятся. Это такое состояние, ну, вы, наверное, когда-то замечали за собой между сном и бодрствованием в состоянии просоночном, когда вы засыпаете или просыпаетесь, есть такое промежуточное переходное состояние, когда вы можете думать и об одном, и о другом одновременно, и это другому не мешает. И самое интересное там что? Там я вдруг начинаю понимать, что такое наука, потому что, вот, например, качество, качество, о котором я сейчас рассказываю, вот, очень трудно выразить, потому что я в одном состоянии, а вы в другом состоянии. А наука занимается, внимание, количеством. Поэтому царицей наук является математика. Количество, количество. Вот это вот момент переходного состояния мне помогло получить такое озарение, потому что я задался этим вопросом. чем отличается количество от качества и каким образом совместить вот это вот, например, целостную картину мира с идеальной деталью. Потому что, когда вы сосредотачиваетесь на каком-то одном объекте, вот я, например, рисую, рисую на картине какой-то кусочек. Вот я вот здесь вот, например, разрисовываю и теряю из виду всю картину. И поэтому мне надо иногда отходить в сторону. Ну, по методу ключ, это называется эмоциональное дистанцирование. Напишите мне, пожалуйста, в комментах. Дело в том, что я хочу сейчас пригласить и Алену, и Шейлу, чтобы мы сделали совместную встречу, сделать такой ролик, записать. А потом ещё и вебинар специальный, чтобы обучать людей вот этой многоуровневой логике в этом состоянии по формуле ФА. Чтобы вы тоже могли научиться решать различные задачи в интенсивном мышлении одновременно о разных вещах. Ну, это очень интересно, это сразу и не выразить словами. Поэтому я хочу и Романа Газенка пригласить для того, чтобы мы с ним сделали бы ролик, а потом и вебинар, для того, чтобы поставить перед ним такую задачу. Задача, которая состоится в том, что как бы на вербальном уровне выражать то, что мы чувствуем иногда в этом состоянии поточном, решая какую-то задачу. Найти слова для этого. А он же у нас психолингвист. Вот это интересно, правда? Когда специалисты разных областей вместе решают эту задачу, идею которой я сейчас понял и вам рассказываю, друзья. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но самое главное, что с этой идеей, когда я обучаю людей практически на занятиях по интернету антистрессовой подготовки к каким-то ситуациям, ну, допустим, чрезвычайным ситуациям, да, они помогают эти занятия, им сохранять присутствие духа, ясность ума, уверенность в себе лучше, чем если бы они могли это делать раньше. До встречи, друзья. Спасибо. Спасибо.